Венгрия не видит реальной угрозы российского вторжения на Украину, но с тревогой следит за развитием напряженности. Позицию Будапешта в интервью Евроньюс разъяснил министр иностранных дел республики Петро Сиярта. Он отметил, что любой конфликт между Западом и Востоком оборачивается серьезными последствиями для Центральной Европы. Венгрия, по словам Сиярта, опасается новой холодной войны и поэтому выступает за дипломатическое урегулирование разногласий с Москвой. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию, мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим Российскую Федерацию и наших западных союзников, большие страны, сильные страны, не терять надежды на мирное урегулирование. Для нас, довольно небольших центральноевропейских стран, это может быть крайне опасно, если дойдет до насилия. Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами. В отличие от ряда других стран, Восточная Европа и Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряженности. По словам Сиярта, Будапешт не видит в этом смысла. Нет, мы не соглашались на это и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны. Это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны. Как Будапешт относится к санкциям? Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится, это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают. Мы не хотели нарушать европейское единство, мы никогда не накладывали вето, мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите на сами эти санкции, это же провал, они не работают, они неудачны. Если вы посмотрите на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с Российской Федерацией, вы увидите серьезные цифры. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций. Моя позиция заключается в том, что если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о значительном вреде санкций против России для венгерской экономики.